Друзья, мы сейчас находимся в Чернобыле, прямо сейчас мы отправляемся в Припять и расскажем вам страшную легенду о тайне двери семьи Калугиных. Смотрите до конца, это будет интересно. Таинственная история о двери припятской семьи Калугиных впервые была описана в знаменитой книге Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва». История эвакуированной семьи очень врезается в память своим необычным и печальным концом. Стас, как ты думаешь, найдем мы эту дверь вообще Калугиных или это просто выдумка, легенда? Не, я думаю, что это по-настоящему так было. У нас есть адрес, самое главное, там уже найдем, конечно. Калугины были одни из жителей молодого и перспективного города Припять. Жизнь шла своим чередом. Работа, отдых, дети. В семье была маленькая девочка Даша. Она ходила в детский сад и была очень умным ребенком. Ничего не предвещало беды. На дворе стоял теплый весенний день. Маленькая Даша пошла, как обычно, в детский сад, где ее поздравили с днем рождения. Девочке исполнилось пять лет 26 апреля 1986 года. Детки кружили хоровод и кушали вкусный торт. В 1986 году, летом, после аварии на Чернобыльской атомной станции, в Припяти уже никто не жил. После масштабной и полной эвакуации прошло более трех месяцев. Но уровни радиации никуда не делись. И более того, улицы теперешнего города Призрака, который служил спутником Чернобыльской атомной станции, стали еще более опасны для всего живого. Реактор номер 4, который разрушился в ночь на 26 апреля 1986 года, еще дышал радионуклидами. Саркофаг над этим атомным монстром возвели только в конце осени 1986 года, то есть через несколько месяцев после катастрофы. Ликвидаторы пытались отмыть Припять с помощью специальных растворов, пожарных машин и даже военных вертолетов. Но это не сильно помогало, учитывая соседство высокорадиоактивного Рыжего леса и самой атомной электростанции рядом. Вечером папа и мама взяли Дашу за ручку и пошли гулять по Припяти. Над городом стоял небольшой дымок. Отец сказал семье, что на Чернобыльской атомной станции небольшой пожар. По улице уже носились скорая и военная техника. Родители подарили Даше очень красивую куклу. Она давно мечтала о такой. Ночью с 26 на 27 апреля девочка спала вместе с новой игрушкой. В обед 27 апреля по радио объявили об эвакуации. Из-за радиации в воздухе оставаться в Припяти было очень-очень опасно. Разрешили взять только самые необходимые вещи. Даша взяла свою новую куклу. Отец семьи Калугиных переживал. Он не хотел оставлять в квартире входную дверь. Все дело в том, что дверь была семейной реликвией. Каждого умершего члена семьи Калугиных перед кладбищем было принято класть на эту дверь. Мы не можем оставить ее здесь. На ней лежал мой прадед, дед, отец. В надежде, что они скоро вернутся домой, отец решил все-таки оставить дверь на месте. Через несколько месяцев Даша заболела. Врачи обнаружили у нее рак крови. Мать чуть не сошла с ума, но семья надеялась на чудо. Но чудо не произошло. Уже через три месяца Даши не стало. В день смерти дочери отец ночью уехал с Киева в Припять на мотоцикле со старшим сыном. Он должен был забрать свою дверь из квартиры, чтобы положить на нее свою дочь. Пробирались они нелегально, по лесу. Украли свою дверь уже из обворованной квартиры. За ними долго гналась милиция, как за мародерами. Но Калугины смогли уйти. И семья смогла продолжить давнюю традицию похорон. После прочитанной истории о семье из Припяти, мы попытались найти квартиру, откуда отец забрал дверь. Мы нашли дом и даже квартиру на фамилию Калугиной по улице Набережная. Сейчас мы походим по дому, чтобы найти ту самую квартиру со знаменитой легендой о дверях семьи Калугиных. Как в любой заброшенной припятской многоэтажке, внутри оказалось очень темно. Весь дом имел только оригинальные двери. За нами следовала черная собака с КПП Припять. Мы назвали ее Мухой. Это большое общежитие принадлежало людям, которые работали на Чернобыльской атомной электростанции. Уровни радиации внутри дома оказались в норме. Но снаружи можно было обнаружить очень много радиоактивных точек. Все дело в том, что этот дом находится на окраине Припяти. Прямо перед началом знаменитого радиоактивного песчаного плато. На песчаном плато уровни радиации очень высоки. Так как это место находится ближе всех к атомной электростанции. Также на песчаном плато были захоронены радиоактивные вещи после аварии на атомной станции. Мы поднимаемся все выше и выше в этом жутком заброшенном доме и ищем квартиру, где по легенде проживала семья Калугиных. Напомню, что мы хотим проверить остались ли на месте их входные двери. За окном вы можете увидеть то самое легендарное песчаное плато, где уровни радиации колеблятся от нормы до 20 тысяч микрорентген в час. Также, без сомнения, окна, с которых мы с вами можем посмотреть на это плато, также имеют повышенный уровень радиации, так как в 1986 году ничего не стало на пути у радиоактивной пыли. Мы с вами все ближе и ближе приближаемся к той самой покинутой легендарной квартире Калугиных. Удастся ли сегодня нам разгадать эту тайну? Кажется, что мы нашли эту квартиру, но, как видим, двери на месте, но на них стоит какой-то крестик. Может, она хранилась в самой квартире и никак не использовалась? Говорят, что это легенда, но как знать? История семьи Калугиных – это печальная реальность многих людей из Чернобыльской зоны. Многолетняя история зоны отчуждения уже просто окутана сотнями самых различных легенд. Многие из этих историй были описаны либо журналистами, либо бывшими жителями этого заброшенного города. Также много интересных историй мы услышали от людей, которые жили вблизи зоны отчуждения и помнят, что происходило в этом месте в 1986 году. Поэтому на моем канале вы увидите множество историй, о которых, возможно, ранее даже вы и не слышали. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, если вам нравится видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем мирного неба! Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok И также разные фотографии и прочие материалы, которые я по каким-то причинам не могу выложить в открытый доступ. Все будет у меня в сообществе канала. Поэтому поддержите меня, я буду вам очень благодарен. Ссылочка на подписочку под этим видео. Спасибо, друзья!